Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброго времени суток! И апрель, ранняя весна, и очень мы соскучились по каращу и карпу. И сегодняшнюю рыбалку хочу попробовать половить карпа, карася, ну и в принципе, кто попадется. Ну, давайте расскажу немножко, что сегодня буду использовать. Хочу попробовать на такой дедовский, так скажем, снасть такую дедовскую, банки называются. Сейчас все покажу. И взял еще с собой два фидера и поплавок, но... А, пикер и фидер. Вот. К сожалению, сейчас сильный ветер, поэтому на поплавок я не знаю, получится ли вообще половить. Думаю, нет. Посвятить больше хочу эту рыбалку фидеру и донкам. Ловить буду, ну, в основе карпа. Уже сзади там увидел, как достали двух, уже хочется тоже закинуть. По приманочкам буду использовать. Да, в принципе, все. Взял мотыля, горох, кукурузу, червя в большом количестве. Ну, в принципе, все, попробуем. Ребят, сейчас прошли достаточно сильные дожди. И мы, ну, так, можно сказать, побоялись сунуться сюда, так как немножко тут подроски селило. Поэтому большое спасибо дяде Сергею за то, что помог нам, собственно, досюда доехать. И еще, кстати, хотел бы сказать по геолокации. Это пруд находится рядом с Нарышкиной, вот, Орловская область. Пруд называется Золотой карп. Вот. Ну, а клюет, не клюет, сейчас попробуем. Ребят, начинаю замешивать прикормку. Взял вот такой, здесь у меня чуть-чуть в прошлой рыбалке остался прикормка-фаворит. И вот, она достаточно крупная фракция для карпа. Карася самое то. Тут чуть-чуть оставалось, ее возьму за основу. Не мусорим, сразу сюда вот ведерко, потом уберу обязательно. Дальше, наверное, возьму вот эту прикормочку. Она будет поменьше, но очень хорошо пахнущая. Посейдон. Ребят, ну, я думаю, вы знаете то, что я был на выставке и познакомился с дядей Сергеем. И вот, предоставили мне посейдон. Вот такая очень, посмотрите, какая желтенькая такая прикормочка. Такая, очень хороший помол. А пахнет-то как вообще? Ну, вот сейчас хочу бисквит замешать. Вот, чуть-чуть в пачке оставлю, чтобы если переборщил, не дай бог, с водой, то можно было бы как бы еще добавить. Так, ребят, ну а сейчас замешиваю руками, потому что как бы... А что бы и нет? Тут карп как бы не такая привредливая рыба, как лещ. Можно и с комочками. Ребят, мне еще посейдон отправил, компания посейдон не только отправила прикормку, но еще и дипы и миласу. Сейчас добавлю немножко миласы в прикормочку, чтобы она была потуже, да и запах был хороший. А дипы уже буду, собственно, пшикать на саму насадку. Взял с чесноком миласу. Это, как правило, любимый запах карася, да и карп тоже, я думаю, не откажется. Пахнет прям очень сильно и классно. Наливаю. Ну, я думаю, в принципе, хватит для запаха. Вот так прям расово. Ребят, сейчас поближе покажу насадки, на которые, в принципе, собираюсь ловить. Вчера с вечера заготовил горошек, сварил. Добавлю его в прикормку обязательно, чтобы был как бы там... Ну и насадку тоже его буду использовать. Потом кукуруза идет. То есть обычно в магазине продается кукурузка. Дальше тут еще горох, тут черви. Ну, обычные черви. Потом опарика чуть-чуть взял тоже. Ну, опарик как опарик, что-то красный и белый есть. Еще компания Поседома большое спасибо за такие вот дипы разные. Обязательно попробую их. Тут разные у меня есть четыре штуки. Апельсин, чеснок, клубничка и кукуруза. Все попробуют. Еще вот это, думаю, в прикормку добавить. Это макуха. То есть она добавляется для того, чтобы как бы это пыль была, то есть привлекала рыбу. Вот такая прикормка, кстати, получилась. Что я вам-то не показал. Ну, немножко с комочками, но это руками размешивал. Ну, вот такая вот нормальная прикормка. Лепится достаточно, ну, можно сказать, для фидеристов переувлажнил для того, чтобы достаточно жестко все держалось в кормушке. Давайте теперь перейдем к тому, на что я собираюсь сейчас ловить. Давайте на примере вот этой банки покажу. Ну, это дедовская снасть, называется банка. То есть на такой ловили, такой ловил мой дедушка в своей молодости. Ну, то есть вот смотрите, здесь идет обычный вертлюжок. Сюда поставил кормушку, хотя можно и грузик ставить. Вот, дальше тут идет петелька обычная на этой же леске. К ней крепится поводочек. Я связал на 0,20 леске вот такой крючок. Еще одна такая же петелька, еще один крючок, то есть два крючка. Ребят, ну что, наконец-таки готова вот первая снасть. Прицепил кормушку, забил ее. На один крючок насадил горох с червем. На другой две кукурузки и тоже червячка. Ну, вот как-то так, ребят. Получилось не особо далеко закинуть. Ну, все, наш грузик уже на дне. Наша кормушка ставим вот сюда, кладем рядом баночку. Чуть-чуть вот так натягиваем. И вот здесь вот такая вот рогатка стоит. И вот так вот лесочку вот так на нее как бы ставим. Калантырь у меня вот уже заготовленный. Вот такой достаточно тяжелый, потому что, видите, вот она наша леска. И прямо вот так вот эту леску в этот прогальчик. Раз. Пожалуйста. Вот, смотрите, когда будет поклевочка. О, раз, раз, и мы это увидим. Две баночки закинул, я думаю, пока хватит. И сейчас хочу разложить свой пикер. Вот, закинуть, собственно, тоже там, может быть, на червя, на опарыша, может быть, даже точку одну покормлю. Ну, попробую. И фидер, собственно, тоже разложу. Так, ну, так, а где он у нас? Вот тут. Так, это фидер. А мне нужен пикер. Так, вот он мой пикер. Подожди. Как так? Блин. Я что, реально пикер забыл? Ребят, закон подлости. У меня от пикера очень похожий чехол. И он вот так вот лежал. Я думал, это пикер быстро схватил, положил чехол и поехали. А это, оказывается, паролка. Блин, ну она новая. Что, и сразу здесь краш-тест устроить? Опа. Ну, а что делать? До 32. Здесь 32. Слабенькая. Блин, ребят, даже с этикеткой. Новая. Хотя. Да нет, катушку-то я взял. Катушка нормальная. Катушка пойдет. Там Риоби 4000. Риоби Виртус. Блин. Ну, хотя компания, знаете, здрасте, меня просила хорошенькие им тесты устроить. Ну, давайте попробуем, ребят. Паролка в тесте 10.32. Поставил кормушку 60 грамм и плюс 20 грамм корма. Ловить-то хочется. Поэтому, как вы думаете, сломаю я спиннинг или нет? Ну, давайте попробуем. Сейчас постараюсь жестко хлестануть. Хотели жесткий краш-тест? Получайте. Ребят, ну она реально выдержала. Реально. Паролки держат. Тест превышен больше, чем в два раза. Ребята, вот она и первая поклевка. И сразу паролка сработала. Давай, наверное, сам попробую ее завести. Хороший, ребята. Прям сопротивляется очень бойко. Паролочка у нас сработала. Не, я не возьму сам. Пап, надо помогать. Пацан тяжелый, блин. Карпик. Хороший такой. О, есть. Ну что, паролка держит пока. Первый тест пройден. Ну, такой килошечек, наверное, может, чуть побольше. Килло сто. Такой хорошенький. Да, да, и в принципе работает. Да, то есть с паролки можно сделать даже такой вот пикер. И поймать вот такого красавчика. Ребят, как же я рад. Ну, такой красавчик первый. Ребят, забросил две банки. Значит, там, ну, забросил с прикормочкой. И потом забросил свой пикер, который должен быть пикером, но, к сожалению, пикер забыл. Поэтому сейчас тут паролга в тесте. Здесь 32 на карпа закинул. И вот сейчас достал свой любимый фидер. Насадил горох и червя. И сейчас, наверное, пшикану каким-нибудь дипом. Кухнечкой хочу бахнуть. Хоть сейчас, наверное, еще и рано для таких сладких запахов. Но я попробую. Прям вот так вот. Так, вот раз. Запах вообще балденный. Ребята, сейчас кинул под тот берег и очень жесткая прям бах-бах-бах поклевка. И вот есть какая-то рыба вообще даже не сопротивляется, а просто очень сильно давит. Не могу понять, что это даже. Прям вообще еле тащу его. Ну, прям поклевка прям. Сопротивлялся, кстати, он просто как вот очень тяжело было и просто тащил в сторону. Ну, вот такой вот карпик хороший. Клюнул на 2 кукурузки и червячка. Клюнул, кстати, без прикормки. Кинул аж под тот берег и вот такой вот результатик. Ребятки, карп, карпами? Тут такая плотвичка клюнула. Ну что, продолжаю рыбалку и сейчас попробую сделать дальний заброс. Ах, оттуда прям под тот берег улетает. Более-менее вроде. Отстраиваю. Даем кормушке упасть. И смотрю слабину. И ставим еще вот такие рассылочки. Все, и поставим. Сходил сейчас, прогулялся по пруду и увидел то, что в одном месте есть гораздо лучше поклевки, чем у нас. Поэтому сейчас сходим туда и там попробуем, так как освободилось место. Попробуем. Ну, а что, как будет, уже увидите. Пойдемте. Да там что-то вообще какая-то неподъемная чуха. Прям что-то совсем здоровое, походу. Запутал уже, походу. Лесик, ну, 18-й, я его особо не держу. Пускай уходит. А, блин, сейчас читаю. Поднять не могу его. Ага, спасибо. Спасибо большое. Вон он, ребятки. Карпуха-то. Наш долгожданный. Пока перезаврался банк, смотрю, он это ву-ву-ву. Удочка уже дерет вовсю. Спасибо большое, Коль. Друзья, я сейчас хотела перезабросить удочку, а тут карасик вот такой. Смотрите, а там что-то хорошее. А там хороший карп. У меня небольшой карасик, а там карпище. Друзья, я сейчас хотела перезабросить удочку. Спасибо. Друзья, я сейчас хотела перезабросить удочку. Друзья, я сейчас хотела перезабросить удочку. Ребят, карасик попался. Еще один некрупненький. Также на кукурузу с червячком. Маленький. Что, берем? Берем карасик? Вот, ребят, пока я карасиков ловлю, у соседей клюет. Очень краснокнижная рыба называется палка. Не могу понять, то ли есть, то ли нет. Да, есть. Есть. Ну, карась, наверное. Или очень мил. Ага, вот тут карасик. Ребята, сейчас увидел поклевку какую-то очень аккуратную и решил подсечь. И да, реально. Ой, блин, и ту загибает, и ту загибает. Смотри, что делает с этой. А с этой карп. Блин! И на этой, походу. Не, на этой карась. На этой карасик. С паролкой видел, что делала? Паролку там вообще потащила. Так, карася сюда. Паролку что, успел? Не успел? Наверное, нет. А, так он на меня идет. А, нет. Не успел. Да, на этой был карп. Потому что прям потащил удочку. Вот туда. Вот так вот. Потом баночку вот так вот. Стабину. Ух, смотрите, какая поклевка-то хорошая. Карпик. Сто процентов. Хороший карпик, походу. Сел. Прям так все зазвенело, аж даже я повернулся. Так, а я тем временем уже... Так, сейчас будет с подсачником заводить. Так, с подсачником сейчас будут заводить. Сейчас посмотрим, кто. Ну, по сгибу удочки видно, что там рыбка не маленькая, не меньше килограмма. Так, так, так. Ух, как сопротивляется. Вы посмотрите под берегом. Ой, хороший красавчик там. Там прям биг фиш. У-у-у. Хороший такой карпик. Хорошенький. Хорошенький. Он бы мне сейчас такой на баночку бы всех. Друзья, значит, соседи у нас ловят на силиконовую кукурузу, и достаточно неплохо. Вот и я решил взять, попробовать. Ой, лучше. Так вот, силиконовая кукурузка у меня есть, но такой поменьше. Такой. Чук. А. Вот такую вот кукурузку и червя. Силиконовую кукурузу хочу поставить для того, чтобы, во-первых, увидел то, что ловится на нее. А, во-вторых, ее не так, ну, как бы, быстро сбивает рыба. То есть, если обычную кукурузку, она мягкая, ее, как бы, легко сцапать рыбе, то эта, ну, не такая. Вот так, вот так вот. Вот так получается, то есть черви и опарик. Ой, какой опарик, извиняюсь, кукурузка. Все, сейчас буду забрасывать. Забиваю кормушку и забрасываю. Ребят, прям, не поверите, только забросил, сразу такой тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар. И вот кого-то все, наверное, карасик. Ой, кто меня обжирает, сейчас посмотрим. Штолько забрасываю сразу, тар-тар-тар-тар-тар. Вот сейчас получилось всечь. Да, на силиконовую кукурузку. Плата красноперка. Заглотила. Знаете, мне кажется, может быть, почему у нас не карп клюет, а обжирает и карась с красноперкой? Потому что соседи наши, они закидывают чисто на кукурузу, на хорошую. Вот, ну, то есть на чистую кукурузу, в частности, резиновую. А я кидаю, ну, на кукурузу. Не знаю, нет, наверное. Или что-то есть, ну, не крупное, если есть. Если есть, то карась. Только карась. Да, наверное, караська. Ну, так вот, закидывают чисто на кукурузу, поэтому берет карп, резиновую кукурузу. А у нас, он, видите, на червяшку садится красноперка. Коля тут оставил нам прикормки. Так как уже начинает накрапывать дождик, а еще нам собираться долго, поэтому покормим рыбку, да и выкинем прикормку. Очищу вот этот пакетик. Очищу этот пакет. И положу сюда рыбку. Ой, сейчас рыба подойдет, мне кажется, даже карп сюда сюда подойдет. Друзья, сейчас будет рыбалка после рыбалки. Берем мой подсадщик, сейчас буду ловить рыбу, которая тут, которую мы поймали. Ну-ка, первый заход и мимо. Второй заходик. С рыбой. Опа, карпуха попался. Вот так вот рыба. Рыбачим. После рыбалки. Карпик попался первый. О, еще один карпик и карасик. Ушел карась, смотри-ка. Вот он еще один карпик. Попался. Жирненький. Угомонись. Я тебя прошу, угомонись. Ну, такой вот нормальный. Сложил его сюда. Ребят, снайпер сразу четырех карасиков. Видите, маловато все-таки карасики. То есть выпадают из садка, из подсадчика точнее. А вот эти вот такие, ну, такие карасики нормальненькие. Жирюху сама то. Мне кажется, я побольше поймал, да? Еще на даче панель. Друзья, сейчас пришли на это место, а тут оставили вот один фидер. Благо с расслабленным фрикционом оставили. Смотрю, леска куда-то в другую сторону уходит. Не понял. А тут карп сидит. Здоровый причем. Сколько же он тут сидит? То есть вот так вот можно просто удочки оставить. И нет-нет, да когда-нибудь там клюнет. Пап, помоги, пожалуйста, подсадчикам. Ага, спасибо. Хороший такой. Уставший уже. Давно сидит. Маленький, куда-то идешься. Вот так вот. Все в подсадчик. Давай. Помогу, 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 помогу. Ага. Вот, ребятки, булка. Тяжелый. Здоровый такой карп. Просто оставили удочку. И сел карпик. Оставили фидер. Сел карпик. Сейчас взял проверять. Чувствую, есть. Приятная концовка, ребят, да. Вообще кайф. Заглотил, сам засекся. Такой вот красавчик. Постали добрые традиции. Подведем итоги. Что понравилось, что не понравилось, на что ловили. Ну, вот, в принципе, весь наш улов. Брали практически всю рыбу. Так как был заказ от мамы, от бабушки, от еще одной бабушки. Давно не кушали карпиков и карасиков, которые попались. По рыбе. Что, шесть карпиков, две платвы и сколько там, наверное, пяточек карасей. Карась, ну, более-менее такой вот, хорошенький. Платвички хорошенькие прям. Платвички хорошенькие. Самый крупный карпик, я считаю, вот этот. Попался вот тут вот прям на фидер. Ловили сегодня в основном на фидер, ну и на донные снасти. Вот на такие компактные и донные снасти. Называются они банки. Да, кстати, когда будете собирать банки, рекомендую сделать вот так. То есть, одна банка больше другой. И другая... Извиняюсь, в нее входит. Вот, то есть, вот совсем компактно. И две банки. Кстати, на банках вот такие вот денежные резинки. Для того, чтобы вот так вот можно было прикрепить застежку, и она не моталась. Как зря вот такие вот денежные резинки. Вот так вот закрепляется. Ну и все. А так, в основном, ловил на фидер. Еще, к сожалению, забыл свой пикер, поэтому пришлось тестировать спиннинг-паролка. Ну, в принципе, считаю, хорошо себя показал. Двух карпов поймал. Несколько карасиков. В принципе, нормально. Ну, все. Еще брали с собой зон. Слава богу, не понадобился. Ловил сегодня на прикормку посейдон. За что большое спасибо посейдону компании. В принципе, неплохо все показало. Вот такой вот результатик. Я, в принципе, рыбалкой доволен. Да, и, кстати, друзья, вот что хотел бы заметить внимание. На что хотел бы обратить внимание. Вот весь мусор мы забрали. Даже чужой. Чтобы водоем оставался таким же красивым и не грязным, забирайте, пожалуйста, с собой мусор. Вот на моем примере вам показываю, на своем примере показываю, как мы все забрали. Даже чужой забрали. Теперь большое бы хотелось сказать, огромное даже, я бы сказал бы, спасибо дяде Сергею, хозяину пруда. Мы приехали в дождь, и на своей бы машине мы просто бы сюда не проехали. Поэтому дядя Сергей нам помог и довез нас сюда на своем УАЗике. За что огромное спасибо. Были мы на пруду, повторяю, золотой карп. Рядом с Нарышкино, населенный пункт Постниково. Золотой карп. Ну, я очень рыбалкой доволен. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Те, кому не понравилось, тоже пишите комментарии. Пишите, что не понравилось. Я нормально отношусь к критике. Ну, а с вами был я, Егор Михайлович. Пруд золотой карп. Всем до новых встреч.